Этот большой пустырь и есть фланируемая особая экономическая зона. По задумке здесь может появиться завод по переработке суи, консервный завод, а также предприятие по созданию светодиодных ламп. Правда, когда Белогорск станет зоной, пока не может сказать никто. Сейчас зона в 670 гектаров свободная, но не экономическая. Пустующую землю администрация Белогорска отвела еще несколько лет назад. По инициативе Амурского правительства здесь хотели создать участок с особым режимом для предпринимателей. Бизнесмены имели бы таможенные и налоговые льготы, областные привилегии. Это могло привлечь инвесторов. Но пока особая территория есть только на бумаге, и то в общих чертах. Сейчас понятие свободной экономической зоны ничем не подкреплено, кроме как просто хорошо звучит, красиво звучит. По факту, к этому содержанию, к красивому названию, должно еще быть содержание. Содержания нет. Отдать инвестору чистое поле можно, но инвестор должен понимать, что на этом чистом поле можно сделать. Недавно компания «Газпром» заинтересовалась этим участком для создания газоперерабатывающего комплекса. Но о реальных перспективах строительства говорить рано. На сайте областного правительства перечислены возможные виды производства. Переработка сои, лесных ресурсов, производство стройматериалов. Можно хоть обувную фабрику построить. Сейчас данная работа находится на стадии согласования с Федеральным министерством, в частности, Министерством экономического развития. Самым серьезным сдерживающим фактором пока является отсутствие якорного инвестора, на основании работы которого можно было бы, собственно, эту зону создавать. В областном правительстве предлагают сначала дать статус особой зоны и соответствующие привилегии, чтобы этот инвестор появился. По словам замминистра, тормозит создание зоны и отсутствие на участке необходимой инфраструктуры. Хотя в Белогорске другое мнение. Рядом стоит незагруженная котельная, водой и электричеством, если надо, предприятие обеспечат. Василий Орлов скоро будет в Москве и снова поднимет вопрос об особой экономической зоне. Хотя, говорят в Амурском правительстве, не исключено, что весь Дальний Восток в будущем станет такой территорией. И тогда участок в Белогорске, видимо, не потребуется. Тем более, никто и не подсчитывал, сколько рабочих мест и налогов может дать статус особой экономической зоны. Это чиновникам пока неизвестно. Зато есть другая цифра. На одну только инфраструктуру понадобится больше двух миллиардов рублей. Светлана Рожкова, Василий Пронькин, Альфа Новости, Белогорск.